Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Почему страдания для человека – болезнь и удовольствие? У апостола Павла есть такие слова в послании к римлянам. «И несим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». А надежда не постраждает. Вот опытность или по-славянски искусство – это искусство духовной жизни. К сожалению, без скорбей, апостол сказал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, Без них очень мало у кого получается быть все время сосредоточенным на поиске пути на небо. скорби своей, скорби других людей показывают тщетность земных удовольствий, их приходящесть, их невысокую ценность. И делают жизнь реальной. То есть мы понимаем цену того, что нас окружает. И причем люди праведные, люди, ищущие Бога, они всегда это знали. Вот удивительная цитата из книги Экклезиаста Соломона. «Доброе имя – лучший дорогой масти, и день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». О чем речь? О памяти смертной. И ты сходил на похороны, и ты понимаешь, что вот сегодня может Господь забрать твою душу, и через три дня также твои любимые соберутся вокруг твоего гроба, и будут о тебе плакать и молиться. И будут ли плакать? А еще очень важно, знаете, что представить? Вот я для себя это подумал. А вот через десять лет после твоей кончины сколько людей соберется на панихину по тебе? Вот в скольких сердцах ты оставишь добрую память о себе, такую, чтобы людям захотелось прийти и за тебя помолиться. Вот не считая родных, сколько придет. Сетывание лучше смеха, потому что при печали лица сердце делаются лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Напомню, что мудрый и глупый – это синонимы праведного и неправедного. Ищущего святости и не стремящегося к ней. Поэтому, да, печали и скорби много. Господь ведет нас разными путями. Есть люди, которые проходят мимо скорби, а есть судьбы, которые наполнены скорбями. Почему мы не знаем? Это не наше дело. Есть знаменитый диалог, который оставлен нам в древних монашеских писаниях, о том, как однажды преподобный Антоний Великий, основатель монашества, видя, что происходит вокруг него, просто возобил, то есть закричал в сердце своему Господе. Но как же так? Почему грешники и злодеи благоденствуют, живут долго в здравии? Почему так много праведников, которые так мучительно и тяжело живут? Уж казалось бы, при его внимании, при его молитве, Господь должен был ему открыть какую-то логику. И иногда она есть. Но он говорит ему, Антоний, внимай себе, а то суды Божии и тебе не полезно их знать. Поэтому мы должны внимать себе и своему пути. Если пришла в судьбу скорбь, надо принять ее как от Господа. Это для того, чтобы мы глубже и серьезнее жили. И дай Бог силы, чтобы мы тоже могли, как апостол, сказать, что мы хвалимся этими скорбями. Удивительно. В другом месте апостол говорит, мне нечем хвалиться, только крестом Христовым, которым я распят миру и мир распят мне. То есть, если ты все свои страдания... А их в жизни апостола Павла было очень много. В послании Коринфяна во втором изложен его рассказ о своем пути. Так вот, если мы все эти страдания осмысливаем как подражание страданиям и кресту Христову. У апостола даже такие слова удивительные. Он говорит, что мы восполняем страдания Христова своими скорбями. То есть, мы участвуем. То они становятся для нас спасительными. И вот апостол, приближаясь к концу своей земной жизни, он говорит, мне нечем хвалиться только крестом Христовым. То есть, только этими страданиями. Удивительно. Апостол воскресил, мы знаем, Евтиха. А поясанием и платком его через них прикосновение к ним исцеляло сотни людей от неизлечимых болезней. Ему многократно являлся воскресший Христос и управлял его жизнью. Там такие чудеса великие совершались. Он этим не будет хвалиться. Он будет хвалиться только страстями Христовыми. То есть, крестом Христовым. Почему? Как мы это для себя можем понять? Потому что, когда мы будем уходить, когда для нас настанет преддверие суда страшного, оно настает со смертью человека, то мы увидим, что даже все наше добро, оно в той или иной степени было в кавычках. Даже наши добрые дела в большинстве своем, они поражены тщеславием, себелюбием, гордостью. Мы ждем похвалы, мы оцениваем себя как праведников. А вот принятая скорбь, ее очень трудно оценивать как праведность. Но вот ею спастись, именно скорбями войти в Царство Божие, это слова Священного Писания, вот больше надежды. Поэтому терпение скорбей, во-первых, дает христианскую опытность, то есть искусство христианской жизни, а во-вторых, ведет человека к спасению. Надо сказать, что у очень многих святых отцов встречается такая мысль, что если человек не хочет жить аскетично, если он не преодолевает в себе плотского человека, а живет так, как живется, если это верующий человек, стремящийся к Богу, то Господь восполняет вот эти излишества, восполняет отсутствие вот этого усилия через телесные скорби, через болезнь. Для того, чтобы тело не обладало духом человека. Потому что больной человек, человек с больным телом, это человек, которому легче преодолеть страсти, чем человек здоровому. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok